К 65-летию победы в Великой Отечественной войне Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации готовит праздничные мероприятия. В частности, прокат фильма «Улишовы» режиссера Нины Чедоромцевой. О предстоящих событиях мнение самого режиссера. Здравствуйте, Нина Маркеловна. Здравствуйте. Что говорят зрители после просмотра вашего фильма «Улишовы»? Большинство очень отзывы хорошие. В том смысле, что, к сожалению, мы много делаем, не только наша республика, а вообще вся страна, мы очень много делаем фильмов, хороших фильмов, разных по жанру, но о солдатах, о тех, кто прошли войну, показывают военные действия. А фильмы, где мы героям ставим женщин, которые остаются, и в краях, где не было, не рвались снаряды, вроде бы. А жизнь с них была нелегче той, которая была у солдат на фронтах. Вы когда задумывали фильм, на какого зрителя вы рассчитывали? Это на молодежь или... А на всех. Это очень хорошая документальная повесть Виктора Кушманова. Он просто отлично написал о этих женщинах из маленькой деревеньки, которые жили в военные годы и которые пронесли эту войну на своих плечах. Сама повесть Кушманова, она настолько трогает любое сердце, что уже хочется снимать, хочется показать этих людей. А потом, вы знаете, женщины, пронесшие годы войны и потом послевоенные годы, они как бы несколько в стороне. И от того, что их мало показывают, и от того, что мало их, в общем-то, вспоминают о них, а ведь даже после победы они оставались, как, простите, ломовыми, лошадями, что ли, потому что делали всю мужскую тяжелую работу. И после войны тоже не хватало мужской силы. Но при этом их не награждали так, не восторгались ими. Они были где-то вот так немножко в сторону отставлены. И мне было всегда обидно, когда, там, скажем, мужчина в орденах подходит, ему уступают очередь, он покупает. Дефицит у нас всегда был, да. И тут же старушка, которая столько перенесла в своей жизни, а ее не замечает. И вот это, может быть, как раз это мне хотелось сказать. Да нет, друзья мои, они тоже ковали победу. И не меньше. Потому что иногда не получая тот паек, который получали солдаты после боевых действий. Для своих фильмов вы где находите актеров, или это не актеры, это люди из жизни? Дело в том, что у нас фильм, частью художественные воспоминания, и частью документальные. Она идет на русском языке, но так как деревня Коми, там у меня все герои говорят на Коми-языке. Потому что было смешно бы, если они стали говорить на русском. Раз Коми-деревня. Мы делали перевод. И поэтому приходилось искать актеров, которые бы знали очень хорошо Коми-язык. То есть это только поэтому вы набирали актеров? Да, нужно. У нас всегда такая дилемма была. Нужно прежде всего найти актеров, которые бы хорошо знали Коми-язык. Потому что снимать фильмы на русском языке, вот у меня художественные фильмы есть, идут меньше на встречи. Поэтому нужно было всегда искать таких актеров, прекрасно знающих Коми-язык. То есть выходить из такого положения, как дублировать потом актеров? Нет, мы это делаем. На Коми-языке. Мы это делаем. Они, допустим, в кадре говорят на русском, а вы потом дублируете. Это понятно. Мы это делаем. И все же республика заказывает чаще всего, чтобы были на Коми-языке, чтобы развивался Коми-язык. А вот лично для вас, возвращаясь к празднованию 9 мая, лично для вас этот день, 9 мая, это какой день? 9 мая я очень хорошо помню. Мне было тогда 6 лет, и я вот запомнила. И знаете, чем запомнила? Мы жили, у нас комнатка была в общежитии. Конечно, никогда никто не стряпал. Это была просто сказка для меня, когда я утром услышала запах свежевыпчанного хлеба. И сразу проснулась. Проснулась, а комната одна, занавеска от кровати отделяет, да? Выглянула туда, я смотрю, мама там у печки, плита, и что-то на плите делает. Я говорю, мама, что сегодня праздник? Она говорит, да, сегодня День Победы. Знаете, я помню очень хорошо, железная такая кроватка небольшая, я встала и стала прыгать. Папа приедет, папа приедет. Но отец у меня не вернулся с войны. По вашему мнению, как нужно отмечать этот праздник? Нужно ли, скажем, гуляниями отмечать? Или все-таки это такой личный праздник? Я, как и многие, думаю, что это самый главный праздник нашей страны. Самый главный. Что мы смогли отстоять, свое правое дело отстоять. Сумели весь народ, дети, старики или это, женщины, не имеет значения. Ведь, смотрите, женщина, которая имела грудного ребенка, она брала с собой его на сенокос, в травку, и не подходила часами к ним, потому что нельзя было. Нужно было выполнить норму. Это были тяжелейшие условия. Но они все знали, что нужно это делать. Спасибо, Нина Маркеловна, за интересную точку зрения, за мнение. Я поздравляю вас с Днем Победы. Спасибо. Желаю хорошего проката вашему фильму. Да, спасибо. Я бы пожелала всем, зная, что это праздник для любого, для всех времен, праздник, День Победы, и чтобы каждый понимал и знал значение его и не забывал эти дни. Я поздравляю всех с праздником Победы. Приглашаю вас посмотреть фильм у Ляшовой. Тавбус от Яны. Таково мнение режиссера Нины Чедоромцевой о предстоящих событиях. Продолжение следует...